В походах нужно спать на коврике, но не все коврики можно назвать универсальными. Если не учесть его характеристики и условия ночевки, то можно оставить почки и другие органы в первом же походе. Привет, меня зовут Александр Сухопяткин, я профессиональный инструктор-проводник и основатель турклуба Shurik Travel. Самый популярный вариант толщиной 8 мм. Он легкий, но на нем будете чувствовать каждую кочку. Его показатель R-Value равен единице. R-Value это величина обратной теплопроводимости. Чем этот показатель больше, тем теплее будет на коврике спать. Можно выбрать вариант потолще. Спать будет мягче и теплее, но объема он будет занимать еще больше. Или потоньше. Коврик пенка тонкий, 4 мм. Такие обычно берут для спортивных забегов или как подстилку для надувных ковриков. О них я расскажу позже. Коврики гармошкой. Тоже не боятся проколов и угольков от костра, как и их рулонные братья. Их главное достоинство – они быстро и компактно складываются. По цене слегка дороже рулонных. Можно выбрать разную толщину в зависимости от вашего стремления к комфорту. Самый теплый и лучше всех сглаживающий неровности – Thermo Cross. Весом 390 г. 1,8 см толщины. Средние по толщине и комфорту – Thermo Fall и Thermo Cell. Оба 360 г. Air Value уже 1,9. Выбирайте по цвету. Есть и решение с серебряной стороной. Такой коврик добавит изоляции и отразит ваше тепло обратно. Посмотрите на эти углубления в коврике. Они делают поверхность менее скользящей и позволяют спальнику расправляться в них. Так вот, некоторым эти ячейки не нравятся. Дескать, в них попадает снег, пролитый в палатке чай, грязь и так далее. Для таких людей придумали коврики, обшитые тканью. Тут, правда, есть минус. Ткань на коврике долго сохнет и значительно больше весит. Все коврики-пенки подойдут для туризма летом и являются идеальным решением в первый поход, так как они более доступные, а недостаток опыта не станет причиной их выхода из строя. Зимой же придется взять две пенки или использовать их как подстилку для самонадувных и надувных ковриков. Теперь поговорим про надувные и самонадувные коврики. Когда вы поймете, что шишки, коряги, камни могут испортить ночь, а идеальные ровные и мягкие места для ночевки встречаются реже, чем хотелось бы, то обязательно обратите внимание на надувные и самонадувные коврики. Для начала разберемся в терминологии. Надувные коврики надо надувать самому ртом или насосом. В них или нет утеплителя, или он такой, что сминается под весом самого коврика. Если надувной коврик проткнется, то вы будете спать на подстилке толщиной в полиэтиленовый пакет. Поэтому в длительное путешествие рекомендуется брать к таким коврам еще и традиционную пенку, как предохраняющую от проколов и по самостительству резервную подстилку. Но не пугайтесь, в качестве доп. подстилки достаточно куска тонкой пенки в 0,4 см, а прокол можно отремонтировать в походных условиях. Этот риск оправдывается комфортом. Коврик скрывает все неровности, на нем тепло и они очень компактны в сложенном виде. А коврики без утеплителя могут выиграть по весу даже у ковриков пенок, а надувастик с утеплителем внутри, пожалуй, самый теплый на рынке. Надувные ковры подойдут туристам с опытом, которые не проткнут их на первой же ночевке, и для тех, кто часто ходит в походы. Надувные коврики достаточно дороги. Самонадувные. В них утеплитель имеет коэффициент упругости, достаточный для того, чтобы коврик надулся сам, как только вы откроете клапан. Да, иногда коврик надо дадуть до упругого состояния ртом или насосом, но основную работу он сделает сам. Если такой ковер проткнется, то вы будете спать на чем-то похожем по толщине, на обычную пенку. Почки не отморозите. Среди самонадувастиков уже не будет легкоходных вариантов. Их вес сильно разнится от их формы и длины. Среди самонадувных ковров много кемпинговых вариантов. Это большие прямоугольные и достаточно толстые. Поход его не понесешь, но в багажнике машины он займет не так много места, как надувная кровать, а теплоизоляции добавят. Например, у ковра толщиной 6,4 см R-велью 3,5 см. Это достаточно, чтобы спать на земле температурой до минус 8 градусов. Большие тяжелые прямоугольные самонадувастики будут хорошим решением для автотуристов и тем, кто не планирует носить вес на себе. Овальные и более легкие самонадувастики подойдут туристам с опытом, которые хотят большего комфорта, не хотят возиться с надуванием ковриков и боятся проткнутого коврика. Форма ковра. Бывают прямоугольные и овальные, а также зауженные к ногам коконы. Последние легче и компактнее в сложенном виде. А прямоугольные подойдут для кемпинга и автотуризма. Дивес не критичен. Например, ковры сплав, серфинг и серфинг мини. Длина ковра. Обычно коврики длиной 180 см. Однако бывают версии более длинные, для высоких туристов, как этот ковер A-Cloud 2. Его длина 193 см. Бывают еще и укороченные. Например, самонадувной около 120 см. Ноги придется положить на что-то еще. Например, на тонкую пенку или пустой рюкзак. Вес самонадувастика стандартной длины овальной формы для пешеходного туризма около 700 грамм, а укороченного уже 400. Есть также пенки увеличенной длины для высоких людей, которые не хотят жертвовать своими ногами. Часто люди комбинируют разные типы ковров. Ведь если взять только пенку, будет жестко или холодно спать. А если взять только самонадувастик или надувастик, не полежать на коротком привале и позагорать на берегу реки и не посмотреть на звезды лежа у костра. Подумайте, что вам более по душе. Мой вам совет. Начинайте с малого. Выбирайте пенку, обращая внимание на R-value. А попробовав походы и полюбивых, пробуйте новые технологии. С ними ночевки станут удовольствием и отдыхом мечты. Пишите в комментариях, какими ковриками пользуетесь и почему. Пока!